Коллеги, мы сейчас в рамках экспедиции Retail находимся в городе Златоуст и вроде как немножко непривычный для нас формат и мы сейчас будем говорить не только про розницу, а даже не столько про розницу, но про то, как можно сейчас, используя туристический трафик, а именно промышленный туризм, создавать дополнительную ценность и развивать свою фирменную розницу. Сейчас будет очень необычный для нас проект, мы будем разговаривать с Татьяной Захаровой, которая руководит туристическим направлением компании AIR, которая производит в Златоусте очень интересные ножи. Со своей стороны могу сказать, что для меня это тоже некоторый эксперимент для того, чтобы мы с вами немножко прикоснулись к той теме, которая сейчас очень многих интересует и волнует, а я точно вижу, что фирменная розница в последнее время активно стала использовать вот этот уже наметившийся тренд активно туристических маршрутов. И сегодня мы об этом немножко поговорим. Татьяна уже вечером после рабочего дня присоединилась ко мне и сейчас мы чуть-чуть затронем те вопросы, которые могут в итоге быть интересны тем, кто в эту тему начинает задумываться и смотреть. Татьяна, добрый день, добрый вечер. Мы находимся сейчас на заводе, если можно чуть-чуть подробнее об этом заводе, когда он появился и какие ключевые задачи вы как сотрудник стали здесь исполнять по приходу. Мы находимся на территории оружейной компании ИР в городе Лотоосте. Мы продолжатели традиции Лотооста-оружей. Наша компания работает в нескольких направлениях, но все они, собственно, связаны с этой темой. Мы проявляемся производителем, мы производим материал, такой материал как дамасскую сталь. Мы его производим, мы его активно используем и отправляем своим заказчикам есть такие потребности сочную. Мы производим серийные рабочие ножи, то, что называют мы хозбытом, то, что доступно каждому и, собственно, необходимо каждому, неважно, увлекаетесь вы этой темой или нет. Нож – это то, что необходимо каждому человеку дома, в обыходе, в быту. Ну и мы занимаемся продолжением золотовства традиционного. Это техника гравирной стали. Продолжаем традиции художественных промыслов. Вы присоединились в команде? Я работаю 7 лет в компании. В тот момент, когда компания уже активно начала задуматься, точнее, уже запустила, пустила корни. Именно тогда это не назывался промышленный турист, тогда это не было популярно. Просто экскурсионное направление. То есть, когда были туристы, это первые, как у любой компании, они существуют. Это наши потребители. Какие-то делегации, партнеры, которым доступнее все объяснить, прежде чем они сделают какие-то заказы или оформить какую-то сделку. Просто пройтись, показать, как все это работает, что они будут в дальнейшем покупать, вызвать, так скажем, доверие и заключить договор. Первые туристы – это они, они есть, существуют и по сей день. В какой-то момент просто руководство поняло, что недостаточно, этого хочется уже в массы все это делая, художественные промыслы развивать, показывать открыто и решили туристическое направление. Вот тот момент, собственно, ей появилось. Это было 7 лет назад? Это было 7 лет назад. Первые экскурсоводы были менеджеры, но они не могли исправиться. Дополнительная грузка, когда уже появился, так скажем, поток. Небольшой, но поток. То есть, у них была основная работа, постоянно отвлекаться. Было сложное, была задача найти человека, который будет непосредственно пока справляться с тем потоком, который существует. Сколько сейчас уже за 7 лет прибавилось постоянных сотрудников, которые помогают вам это направление отрабатывать? Дополнительно человек 5 работает. Кто-то постоянно, кто-то дополнительно, то есть кто-то подменяет периодически приходит в других объектах, то есть свободные, свободные, так скажем. Порядка 5. Из чего сейчас состоит классический путь вашего потребителя-туриста, который какими-то путями попадает к вам на объект? Вы имеете маршрут? Да. Маршрут, который не видит? Да. У нас просто несколько форматов существует, в зависимости от того, который выбирает. Человек, который не имеет возможности достаточно времени посвятить компании, тот видит это только производство. То есть производственные маршруты, которые построены технически, безопасно. То, что мы можем, к чему мы можем допустить, то мы показываем. Это порядка 40 минут средний занимает. Есть экскурсии большего формата, полтора часа. Ну, туда мы добавляем уже не только производство, а интерактивную часть, которую мы тоже построили, когда поняли, что мы не просто объект показа. Мы туристический продукт готовы, то есть у нас такой полный пакет. Если вернуться к товару, который является неким таким завершающим моментом, сколько в среднем стоит, вот, как бы, некая вот вилка от и до? Продукция? Да. Ну, если говорить, сугубо одно живой теме, потому что есть сувенирные, да, там какие-то небольшие бюджетные магниты, ложки, то, что тоже, да, мы это не будем брать, ну, 3,500 и выше, так говорим, да. А пределы, я не видела. Пределы есть и миллион, да, и 800 тысяч, да. Но это уже такие... Сколько это высокохудожественные, тоже какие-то изделия авторские, как правило, да, которые достаточно сложные в исполнении, используются такие дополнительно дорогие материалы, сама техника сложная и работа, очень много ручной работы, очень много задействованного труда человеческого, поэтому... Ну, здесь мы уже, как минимум, 2-2 момента во время нашего общения заметили, а именно, это то, что, как минимум, если вы хотите, чтобы этим направлением, действительно, это направление стало реально работать, им точно нужно отдельно заниматься. Ну, а второй момент, если такая вилка по цене, то, действительно, заниматься объяснением ценности, это одна из ключевых задач. Давайте попробуем, ну, скажем, просто, буквально, там, пару моментов по поводу объяснения ценности. Как вы проявляете сейчас, вот какими моментами объясняете, почему, не знаю, обычный кухонный нож может стоить 3,5-4 тысячи рублей? Ну, дело в том, что мы же не одни производственники, конечно, наша задача выделить нас из линейки, там, порядка 100 производителей, но человек, первым делом, смотря на цену, не всегда готов, да, понять, качество, некачество, да. Наша задача показать, то есть не все предприятия, точнее, малое количество предприятий вообще могут свои производственные участки показать, потому что кому-то нечего, а кому-то есть что скрывать и так далее, да, то есть мы все эти этапы проходим. Но дело в том, что рабочий нож – это самая главная фишка экскурсии, это сразу, чем люди, которые готовы это слышать, они это понимают. Один рабочий нож – это результат работы минимум 10 человек. И те, кто математически, да, сразу же все это, как правило, это и дети уже умеют считать, да, когда все это объясняем, когда детям говорим, то есть как минимум 10 человек, это то есть есть процессы. У нас разделение труда, каждый выполняет свою операцию, поэтому нож не может стоить, да, какую-то символическую плату, потому что за это изделие отвечает как минимум 10 человек. То есть это сразу стреляет на экскурсии, потому что они видят эти этапы. То есть если они думают, что это все вырезалось, склеилось, и вот тебе готов нож, они видят, что там только рукоятку один человек, пока он ее соберет, один пока ее обтачивает. У нас есть мастер-класс, например, нож своими руками, когда человек может обточить эту рукоятку. И кажется людям, которые записывают, что это неинтересно, хочется клинок ковать, на самом деле это тоже сложно, хоть и объяснимо вроде в исполнении, но это достаточно сложно. Человек выходит с гордостью, что не только купил нож, а еще сам принял участие. Ну так вопрос опять о создании доп. ценностей, когда ты своими руками что-то сделал, прикоснулся к тебе. Ценить свое, ценится больше, как правило. Ну я думаю, что после этого чуть-чуть по-другому уже оцениваются другие работы, да, которые они видят в магазине. В общем, на самом деле количество необычных вещей, которые мы увидели в магазине, он не поддается какому-то такому, знаете, быстрому осмотру, потому что каждая вещь, она требует какого-то внимания. Более того, я когда была в магазине, я обратила внимание на один нож, который с лапками. КТ, но его нету, да. Уже в магазине нету, да. Ох, какая жаль. И на самом деле уже потом, когда листала ваш ВКонтакте группа, увидела его в деталях, поняла, сколько же туда зашито еще мелочей, которые вообще даже не увидела, ровно потому что нужно иногда и пояснять. Давайте немножко про работу уже в самом магазине на фирменной рознице. Как он начинался? И вот сейчас у вас нету, я так понимаю, всего пара магазина, да? То есть у вас здесь? Терминный магазин у нас здесь и в Москве, ну, конечно, значительно меньше, да. Где ключевые покупатели, да? Да, все. Здесь магазин существует в таком виде? В 2016 году, в том виде, в котором вы сейчас достали его. Здесь сейчас сколько мы можем увидеть изделий и, условно, как быстро обновляется ассортимент? Вот насколько реально там сильно влияет в итоге тот туристический трафик, который вы создаете на движение, на продажу? Вот первый магазин, часть изделий, она, собственно, не меняется, потому что это серийные модели, мы их только пополняем, да, модели те же самые на витринах, но есть витрина, где какие-то дополнительные функции включены, то есть это изделие нестандартное, там изделие меняется по возможности, как только необходимо это пополнение, но авторские изделия, они меняются с момента покупки и, соответственно, чаще всего они уже не повторяются. Эксклюзивно. Эксклюзивно. Эксклюзивно, да. Я отметила, что прямо на въезде очень сложно пропустить ту... Здравствуйте. 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 Интервью. Вы хотите дать интервью? А вы был счет. Максим Дмитриевич это, он хочет дать интервью. Здравствуйте. Вы знаете, да, я, на самом деле, с удовольствием бы пообщалась, потому что ту работу, которую вы сделали... Пару слов. Пару слов. Мы с вами попались, Максим Дмитриевич. Я вообще зашел. Соответственно, мы сейчас с Татьяной разговариваем про то, как же создается та ценность, та дополнительная ценность, а сейчас вы еще за счет туристического трафика правильным образом. То есть вы, в принципе, сейчас сложились ровно то, что для меня и становится понятным, когда человек с помощью экспертного видения, да, передает это экспертное видение покупателю, который в дальнейшем уже становится вашим амбассадором. И если бы вы присоединились, скажем так, к нашему проекту, было бы здорово. Потому что очень много мы встречаемся именно с руководителями, и ту энергию, которую люди вкладывают в развитие своего проекта, нам, конечно, было бы очень здорово увидеть в формате видео. Вот готов прогуляться и немного поговорить. Ну что ж, мы продолжаем экспедицию ритейл, и сейчас есть возможность посмотреть на объект Аировку глазами генерального директора и сооснователя Максима Дмитриевича Архипова. Сейчас мы чуть-чуть, с помощью его взгляда, увидим, как же, немножко услышим, как же развивался, как создавался этот проект. И могу вам сказать, что мы сейчас находимся в тот момент, который невозможно пройти, а именно вот ту стеллу. Как вы это называете, Максим Дмитриевич? Ну, это приветственная стелла, да, с кузнецами. Она появилась не так давно, наверное, года три назад мы ее восстановили. Это, наверное, самое позднее, что... Разживалась очень долго, но мы года два ее потихоньку, помаленьку собирали. Вот, не сразу получилось, но, тем не менее, она, слава богу, привлекает внимание на въезде, и люди любят у нее фотографироваться, да. Вы знаете, я уже смотрю на герб и понимаю, что вы созданы в 99-м году как проект. Да. В следующем году юбилей 25? Да. Уже готовитесь? Ну, да, уже, в принципе, уже, наверное, с сентября начнем думать, как мы отметим 25-летие. Может, не так интересно, как 20-летие, чем весело, но, тем не менее, дата, которую отметим. Смотрите, фирменная розница, про которую все-таки мы будем немало говорить, я буду стараться об этом спросить, не поговорить о туристическом трафике. Вот здесь как раз все сделано для того, чтобы проехать мимо вашего проекта было невозможно. Здесь, да, здесь, да, потому что люди порой ориентируются на сегодняшний день на навигацию, конечно, и едут уже забивают это, но, тем не менее, есть люди, которые просто проезжают здесь, и визуально, конечно, такие вещи, как этот арт-объект, они притягивают и тормозят людей здесь остановиться. А этот арт-объект, он появился в какой момент, ну, 3 года назад, что ему предшествовало? Ну, на тот момент уже был и магазин открыт, и Аировка во всю работала, и поэтому мы, естественно, искали вещи, которые, на что отреагируют наши гости, всегда, всегда, всегда им интересно где-то сфотографироваться на интересных местах, естественно, в соцсетях это все выложить. Все, что нас двигает, все, что наши гости нас где двигают, на эти моменты мы стали обращать больше внимания. На них бесконечно нельзя. Конечно, мы тут все арт-объектами не можем заставить, но на самом деле у нас получается их, ну, как минимум, кроме производственных участков, где люди фотографируются, уже 3 есть люди фотографируются у Меча, на въезде и вот на кресле на этом, да. Да, кресло тоже очень сразу заметное, привлекает внимание. Таганайская 204-1, это всегда здесь вы были? Да, с самого начала мы здесь. Это производственный участок, ремонтно-механический цех большого объекта швейной фабрики. Именно с ремонтного механического участка начиналось производство, с небольшого помещения на тот момент, первого этажа вот этого корпуса, основного нашего. Ну, на сегодняшний день уже 5 корпусов, которые полностью задействованы, все площади освоены. И все, что там делается, представлено в нашем розничном магазине. Вторая точка розничная есть в Москве, ну, она как шоу-рум работает, но, тем не менее, там тоже проходимость такая же, наверное, как в этом магазине. Ну, там, я представляю, что уже, наверное, ваши почитатели, да, уже просто приходят для того, чтобы увидеть, что нового, не всегда удобно доезжать сюда. Ну, конечно, там, да, все-таки много гостей с Москвы бывает, и первый раз, побывав здесь, они уже держат контакт, и если что-то надо, там, в Москве с нами связываться. Вот это порой проще выбрать из того, что есть, руками потрогать, чем заказать по интернету, как сейчас многие делают. Хотя эта тема тоже, конечно, работает. Я хотела как раз в большей степени показать, как посредством таких объектов, вот когда не просто скучный фъезд, не просто, там, не оформлена какая-то входная группа, но все-таки уже подготовленный к посетителю такой арт-объект, которым, в принципе, мы можем все увидеть, и такие вещи, ну, и обычную классическую вывеску надо сделать тоже достойно, ярко. Вы к этому пришли, скажем так, из необходимости, или вот уже стало понятно, что это просто, наверное, стало понятно, что хочется сделать красиво? Как вот все-таки производственная часть и продажа, как вот это у вас, ну, превращалось вот в такой проект? Все-таки производство-то очень много времени отнимает. Да все ушло постепенно. Мы, как бы, изначально всегда на каждом участке стремились сделать, чтобы у нас было и красиво, и, насколько это возможно, современно, вот, как для наших гостей, так и в первую очередь для тех, кто здесь работает. Вот, поэтому я много, в принципе, подобных предприятий знаю, ну, не таких, наверное, больших в Златоусте в данном случае, ну, не только в Златоусте, в Ворсме, вот. У которых, как бы, все есть, производство есть, работающие предприятия достаточно хорошо есть, но нету вот этой розницы и подачи, самое главное, нету. Потому что, ну, приезжаешь где-то во дворы, в гаражи, на промзону, где заходишь в небольшой шоу-рум и там выбираешь ножи. Мы, конечно, изначально примерно так же у нас было, но мы, и мы тогда на тот момент примеров-то не видели, как это должно быть. И на тот момент уже начали что-то придумывать свое. Ну, а потом, естественно, вот многочисленные выставки зарубежные, где мы с французскими коллегами часто встречались. Больше всего именно, если посмотреть, у французов, у немцев, у итальянцев это все повлияло, где и в Золингене, и в Маньяго, и в Тьери, где это все широко представлено, где магазины не один работают. И все это очень успешно давно работает. И прежде всего, конечно, там внимание на подачу обращаешь, когда видишь, что правильно оформленные витрины, правильно подобранный персонал, подкованные люди, которые могут рассказать, экскурсии провести. В принципе, наверное, по большей части, когда вот уже увидели эти предприятия, то до конца сложилось, как это у нас будет. И все вот на это стали, в том числе и на арт-объекты, стали мы внимание обращать, где какие, но надо было создать что-то свое. И подобного, наверное, нету, если даже мы про арт-объекты говорим. Да, везде они как-то привязаны к местности, везде свои, интересные, да. Мы в этом плане ни с кем не пересекаемся. Более того, уже по нашим арт-объектам уже пытаются что-то здесь в городе создать примерно. Создали большой меч уже после этого, уже три изделия в Золотоусте появилось. Тоже гигантских размеров, что-нибудь, ну так. Ну, слава богу, как бы они тоже в своем стиле. И мы только приветствуем это, тем больше, тем больше в город приезжает народу. А народ на одно предприятие приезжает, он со временем на другое появится. А у вас есть какая-то статистика от того, насколько долго человек здесь находится, конвертация в продажу? Да, в принципе, у нас, мы время, получается, определяем сами. Для того, чтобы или короткую экскурсию провести, или полуторачасовую с мастер-классами. Вот. А дальше уже остается время, то есть это либо 40 минут, либо полтора часа. А дальше, сколько человек в магазине задержится, это порой и надолго. Кто каким временем и финансами располагает, ну, бывает, люди и по 3, и по 4 часа, если у нас. А вот этот объект, который, ну, мы сейчас, наверное, туда вот совсем не пойдем, где вот, на последний весь экскурсионный момент работает. Хотим? Прогуляемся чуть-чуть? А, ну да, вот тут, естественно, классические вещи связаны с тем, что фотографии, без таких фотографий, наверное, сложно уехать. Как минимум, такой след нужно сделать. Вот эта история у вас появилась сколько лет назад? Вот именно такой туристический момент. Я даже не вспомню. Оль, сколько у нас Аировка уже работает? Вот эта площадка, сколько у нас работает? Не помнишь? Седьмой год, да? Седьмой, получается, да. Ну, она, естественно, не сразу в таком виде была. Тут у нас уже кедры выросли за это время. По кедрам будем мерить, да? Здесь не складывалось все сразу, не застраивалось все как единый проект. Тут и магазин он сначала был на третьем этаже, потом со временем на первый переехал. Там хотя промзона была. Вот. И арт-объекты, они не... В общем, в проекте появились. И памятник вот этот, бюст, он у нас изначально в другом месте стоялся, передвинулся. Тут, да, все как бы... Вот. Если бы это все по единому проекту, наверное, строилось, это совсем по-другому было. А все, да, именно путем добавок, соединение корпусов этих. Сначала буквально вот это одно здание, первый этаж было, все. И потом это появилось. Следом еще одну, еще два. Как раз по поводу арт-объекта. Вот мы сейчас как раз и подошли, что вот меч, меч, светогор, а он сколько весит? Он весит у нас около 32 килограммов. Кто это может поднять? Да, в принципе, любой мужчина может его поднять, но за ручку ни один еще не поднимал. А так на руках, да, держали многие, поднимали. Ага. Вот. Ну, это вообще очень сложная история, потому что создавался он около года, получается. Первый год презентовали чисто заготовку. Потом мы на фестивале, на своем кузике, который организовали. Ага. Потом дальше долгая работа с нашими партнерами, со стройтехникой, заводом, который первичную обработку делал. И уже дальше наши два слесаря, Александр, Андрей Ивановы, шрифтмашинками, пыль, практически 80% от заготовки убирали. Ничего себе. В общем, все, что осталось. Давайте попробуем вашими глазами еще глянуть к фирменной рознице вашей, которую, подглядев за рубежом, реализовали. Все ли удалось, что хотелось реализовать? Или еще есть какие-то идеи? Ну, сейчас мы посмотрим. Ну, да, что-то удалось по большей степени, наверное, реализовать. Мы, в принципе, сначала можем вот здесь пройти, не сразу в магазин пойти, а именно на, если вас до сюда, Татьяна, не завела тем более. Еще нет. Здесь как раз отражены эти моменты, на что мы смотрели, где были, в каких местах побывали. На это нас подвигнуло участие в таком проекте, как «Ножевые столицы мира», которое придумали французские ребята, которые решили объединить города, где ножевое производство есть, и найти ресурс, чтобы пригласить городоначальников и ведущих компаний на ежегодные съезды. И реально все получилось. Три года назад мы собирались в Тьере, там опытом обменивались каким-то, рассказывали, к себе люди приглашали, и, соответственно, знакомствами новыми обзаводились, и уже знали в дальнейшем, к кому, куда приезжать, где, чтобы посмотреть. Вот они здесь, в принципе, все отражены. На самом деле их много получается, но ведущих можно по пальцам даже одной руки пересечь. Франция, Германия, Испания, Италия, Япония, естественно, Китай в первую очередь на сегодняшний день. Ну вот, наверное, и все. На самом деле, ну, такое, если количественно смотреть, наверное, Златоуст, наверное, Нижегородская губерния поспорила бы со Златоустом в плане столичности. Потому что, ну, насколько мы знаем и уважая всех коллег в нашем промысле, которые в стране этим занимаются, надо отдать должное именно ворсами Павлова, где производится гораздо больше ножей, чем в Златоусте, и это все гораздо раньше там началось, чем здесь. И если вы бывали там, то, ну... Пока еще нет, но будет возможность, наверное... Побыла там, да, вы обратите на это внимание. Там, как бы, они, естественно, ушли дальше, потому что у них вот всю производство складных ножей уже, ну, не 10 лет развито. Чего не скажешь о Златоусте, да? Ну, в то время как-то вот, видимо, мы свою активность проявили, и нас хорошо на тот момент по Франции знали. И мы подали себя так, что именно они выбрали Златоуст, как нижнегородцы, как бы, они скромно промолчали про себя, не заявились. И в этом плане, да, кто первый стал, то у кого этапки получилось. То есть вот примерно так в этой ситуации. А что касаемо туризма, и что касаемо вот такого трафика, который вы, вот, в который вы, во-первых, поверили, да, все-таки тоже задача, которую нужно было решать. Вот мы чуть-чуть уже подготовились, узнали, что 7 лет назад вы уже взяли там специального человека, который начал этому направлению более серьезно уделять внимание. Вот в тот момент, когда вы все-таки принимали решение, что да, будет у нас туристический трафик, вы будете им серьезно заниматься. Вот какие еще задачи для себя ставили для того, чтобы этот объект стал вот таким заметным? Да, мы пришли к тому моменту, что нужен был человек, который будет заниматься именно одним этим проектом. И все централизованно он должен подмечать, регулировать. И на тот момент и фестиваль, который мы проводили, и гостей, и встречу, и экскурсии в Айровке, и контроль розницы, и проведение других каких-то мероприятий. Ну, в принципе, у Татьяны работы, конечно, очень много, и она, фу-фу-фу, справляется с этим хорошо. Но, как бы, до этого мы все равно свою идею доводили, потому что она, естественно, с этим не сталкивалась, и все рождалось совместно на ходу. Это даже вот этот бульвар, как мы его назвали, айровский, он, в принципе, кроме того, что на экскурсию, он открыт вечернее в любое время. Здесь витрины все с подсветкой, и на это сподвигнуло то, что мы вечерами, днем так как общались много и не успевали нигде, а вечером ходили по городам, и что нам очень всегда нравилось, все можно было увидеть на открытых витринах, и это все можно было вечером рассмотреть, а днем уже прийти и там что-то приобрести. И к этому с ней, почему здесь витрины делали, которые двусторонние, и информацию о компаниях представили, здесь как раз и основные центры представили. Да-да-да-да. Да-да-да. Ручитать, изучать и погружаться. В общем, здесь мы как раз видим классическое представление, когда мы погружаем людей в ту атмосферу, после которой им уже сложно не удержать, как бы удержаться от покупки, да, скажем так, вот именно, ты уже заходишь и начинаешь сам себя убеждать в каких-то моментах, что да, эта вещь у тебя в твоем доме должна появиться, если человек не был еще тем, который, ну, скажем, был коллекционером, или там становится, да. Да. Можете ли вы для себя как-то выявить или подсказать нам какие-то примеры, когда явно люди, которые здесь побывали, здесь побывали, они стали вашими в постоянку. И можете ли назвать какое-то количество людей, которые с вами постоянно и заказывают у вас регулярно новые изделия? Да, таких случаев очень много, даже если они не приезжают повторно сюда, но они надолго у нас. Мы практически, я раз в неделю даже, минуя менеджеров, многие люди ко мне обращаются, звонят, напоминают себя. У нас несколько предприятий крупных, в Златоусте, в котором регулярно командировочные гости приезжают там. Те же, в первую очередь, Смарт, Стройтехника, которые всех гостей любят знакомить с достопримечательностями городскими и не в последнюю очередь приводят к нам всегда у нас давние партнерства. И уже их клиенты потом напрямую звонят и неоднократно заказывают именные подарки, и покупают ножи и высылают. Это постоянно, да. После людей это, слава богу, нож такой, его можно на многие случаи. Давайте сейчас мы зайдем в магазин, посмотрим. Еще покажите пару моментов, которые точно нужно посмотреть, но прежде чем туда зайдем, обратите внимание, что здесь красота в деталях. И даже ливневые стоки оформлены. А, ну это да, это вырубка из листов, вырезка клинков, профиля. Как говорится, отходы пошли в дело. Это всегда так замечательно. Таких деталей проявляются в интерьерах и в том, где мы находимся. Ну, мы, в принципе, магазин выстроили уже. Имея определенный опыт, который у нас первоначально был, мы, естественно, кардинально тут все поменяли по сравнению с первой планировкой. И уже сделали, да, зонально здесь зону с рабочими ножами, которая там, естественно, разменивана немножко, разбавлена сувенирами небольшими. Не в златоустовской технике. Ну, это литье, сувенирка, которую любят покупать многие дети, девушки, которые, может, ножи это не сразу готовы приобретать. Вот. И, естественно, вторая часть – это наши авторские изделия. И, ну, для нас большой плюс, например, когда мы занимались авторскими ножами, да, и простые ножами, мы людям могли показать еще на тот момент, даже интернет так не работает, только на выставках эти люди. Либо рассылкой какой-то делали, чуть ли не почтовые фотографии отправляли там эти изделия, вот. Либо приезжали, сами все показывали. Сегодня у нас, ну, эти изделия статично стоят, и гораздо больше людей могут их видеть, естественно, когда в рознице это представлено, и все. То есть, ну, были изделия, которые, вот, как маленький принц Надежды Артентьева. Можно увидеть. У меня же такое место. Вот он приезжал на выставку, сразу продавался, и все, люди его могли не видеть. Сейчас мы можем позволить себе сделать его в нескольких точках, сделать, и люди, далеко не все, ну, не каждый может его позволить себе купить, да, но он стоит, продается, может, не так часто, как нам хотелось, но любители и за рубежом, и это популярный герой. Опять же, такой момент, что мы еще пошли по пути к какому. Есть дорогие изделия, а есть вещи, сувенирка, которая на этом основана, по мотивам этого изделия сделана, и она продается гораздо чаще, и, наверное, вот этой всей небольшой сувенирки мы продаем на те же объемы, что это какое-то одно изделий, те же 80-е, 30-е, которые на камушках здесь представлены. Если можно, если для вас это открытая информация, там, поделиться количеством покупателей, или, там, не знаю, там, или, там, не знаю, средний чек, вот, как для библиотеков таких, и как он, вот, примерно, растет, не растет, то есть, ну, есть ли это для вас, ну, скажем так, открытая информация? Ну, я, на самом деле, статистикой в голове не держу, узнаю, что она, естественно, сезонная, ну, как сейчас высокий, да, сезон, зимой, там, межсезонье бывает, и редко народ заходит здесь, там, вот, сейчас, да, сейчас средний чек, ну, реально вывести, наверное, все равно количество посетителей, не знаю, примерно, хотя бы из статистики, экскурсионной, да, ну, лучше к Тодиане, наверное, обратиться, она вам подскажет по среднему чеку. Ага, да, какой-нибудь из, какой-нибудь конкретный объект, давайте посмотрим, вот, называется, не обязательно это, чтобы мы могли, вот, называется, может быть, в руках это посмотреть, вы покажете, как это вы, как вы сочиняете иногда товар, чтобы максимально показать его потом покупателю. Я там точно видела КТ, который есть, я видела КТ, да, а, ну, вот, это один из них. А, ну, да, да, есть, нет, есть вещи, вокруг которых, ну, и экскурсоводы, и продавцы в магазине выстраивают контакт, да, с клиентом, когда он сам не знает, что хочет. То есть, есть изделия, которые люди, ну, один из тысячи может купить, да, пройти, но, тем не менее, на этом начинается интерес, и они уже могут об этом рассказывать, что они видели изделие, как, например, вот это, которое на сегодняшний день в шести экземплярах сделаны, и четыре уже владельца. Это первые лица России и Турции, глава Газпрома и глава фирмы-застройщика Турецкого потока. Вот. Это изделие делалось как раз под открытие Турецкого потока, в пакет Дамаска вкладывалась труба, которая прокладывалась, в которой кусок трубы поселали сюда. В элементах рукоятки использованы материалы из задвижек, с медных латунных, которые в маку мы вложены. Сколько историй. Да, и орнамент заложен русско-турецкий, с одной стороны русский, с другой турецкий. Это делалось изделие конкретно под событие, конкретно под лиц. И две вещи остались. Одна на вечном хранении у нас в этом, другая вот дожидается своего. Наверное, коллекционеров по большей мере. А если именно более такому простому ассортименту, чтобы, скажем так, еще вот увидеть, как именно вы презентуете какой-то из товаров, потому что здесь экспертность, оно тоже немаловажно, да, чтобы вы показали таким образом, что невозможно уже было мимо пройти и закатить его. Ну, разговор у продавца начинается с того, для чего человеку нужен нож, для подарка, для подарка рыбаку, охотнику, хозяйке на кухне, да, в этом плане. Или просто что-то, когда человек хочет просто подарить нож, но не знает, для чего он человеку, да, просто хочет память о златоусте подарить. Вот, и так выявляет, в принципе, интерес. Ну, из интересных работ еще можно, как что-то, Татьяна, про коты говорили, да? Вот он, по-моему, здесь лежит. Да. Тоже в какой-то момент привезли вот этого кота с какой-то выставки, и появилась идея сделать из него ручку. Девчонки удачно, художницы, дизайнеры, оформили клинок, и сейчас он в топ-продажах, по сути, в запросах, интересах, собирателей лайков и прочего. Такой наш. Ну, котики рулят, как говорится. Так что, это один из тех примеров, что в каждом объекте надо подумать, куда же можно внедрить кота, чтобы он собирал свои лайки. В соцсети сейчас все-таки один из трафиковых моментов. Хотя в нашем магазине больше лисята продаются, чем коты, да. Пока, пока. Да, да. Ну что ж, мы чуть-чуть заглянули в фирменную розницу. Понятно, что у вас всего два объекта, но больше, наверное, пока и не надо, или задумываетесь о каких-то новых объектах, не знаю, в Санкт-Петербурге, например. Нет, пока не задумываюсь, хотя, ну, есть предложение, но на сегодняшний день как бы в Челябинске есть люди, которые, может, не в таком ассортименте, но представляют, и мы смотрим, как они работают, успешно, конечно, но на них смотрим и задумываемся об этом, но пока эта ниша уже там относительно занята, вот, мы справляемся только со своей розницей и можем смело сказать, что ассортимент, который представлен по ножам, по-злокоустовским, здесь в этом магазине то же самое большое. Это здесь больше, сколько здесь ассортимент? По модели и ножам, ну, больше 130 моделей, наверное. А если по количеству, регулярно представляем? Ух! Даже сложно сказать. Если брать то, что лежит на складе, здесь, ну, порядка 12-15 тысяч. Постоянный ассортимент. Максим Дмитриевич, вы один из сооснователей данного проекта, данной компании, и мы сейчас, когда уже проект, ну, у вас в следующем году юбилей 25 лет, и есть понимание, что так, как вы начинали когда-то, и все-таки, получается, ваш отец этим занимался? Отец, тесть. И есть ли кто будет это продолжать? Потому что, находясь злоца устья, мы понимаем, что это все-таки промысел. Для того, чтобы это продолжалось, кто-то это должен продолжать. Как у вас сейчас? Есть ли понимание, кому это передать, и кто это подхватит? К счастью, есть, кому это все передать, да. Осталось людям самим это осознать, что они хотят, потому что мы сами изначально, как бы, на этот путь не нацеливались, но так как волей судьбы так получилось, что и заинтересовались, и стали этим заниматься. И с каждым днем понимаем вот эту ценность, которую представляли и отец мой, и отец, в том плане, что всегда не хватает, так как я юрист по образованию, их не хватает именно как технических специалистов, как тех людей, которые знают, как это все делается, делается своими руками и находится круг людей, которые могут это все исполнить. Вот, потому что на сегодняшний день поиск именно специалистов, станочников, людей просто с руками, которые могут, авторские изделия, он, ну, с каждым годом все сложнее и сложнее, особенно в нынешних реалиях, когда мы видим дефицит рабочей силы на всех фронтах, вот, мы с этим, к сожалению, все, с этой проблемой чаще и чаще сталкиваемся. А можете ли вы влиять на то, чтобы, если мы говорим именно про специалистов, это на самом деле практически везде сейчас, с кем мы говорим, нехватка людей, как вы дополнительно можете влиять воодушевлять, не знаю, школьников условных, которые в итоге там придут спустя какое-то время к вам, какие шаги уже принимаете? Ну, именно, вот, увлечением нашим промыслом, именно показом интереса со стороны гостей нашего города к нам, к тому, что мы делаем, именно привлекая красотой изделий авторских, практичностью в пользовании рабочих изделий. за счет вот этих моментов, да. Я отдельно... Конечно же, в самой территории предприятия, когда люди приходят сюда, это, наверное, все моменты, на которые мы можем повлиять. Я отдельно подчеркну практичностью пользования тех изделий, которые вы создаете, потому что я как хозяйка в тот момент, когда проходила мимо кухонных ножей и не смогла пройти мимо, честно, потому что подобрав такой там цвет, который там привлекает внимание, такую ручку уже закатилась иметь на кухне, ну, с такой ручкой, да, нож. И это замечательно, потому что очень часто, ну, словно там народный промысел, но все-таки некий промысел, очень часто используют старинные решения, которые сложно применить в нашей практике. И это очень грустно, а в вашем случае замечательно, что вы умеете вот эту традицию вплетать в современность. Я очень надеюсь, что спустя какое-то время мы вновь, приехав сюда, увидим еще больший размах и более серьезный, не менее серьезный, а еще более какими наполненными данные территории, которые мы видим. Очень здорово, что получилось поговорить с вами. На самом деле, отдельная удача. Спасибо, что смогли уделить время. Благодарю. Спасибо.